Всем привет! Из этого урока вы узнаете, что такое массивы и как с ними работать. Для начала посмотрим, как массивы создаются и обсудим, что вообще представляет собой массив в Pinescript. При инициализации массива перед идентификатором можно указать тип элементов массива с квадратными скобками, можно этого и не делать. После оператора присваивания указывается одна из четырех функций. Эти функции создают объект массива с элементами определенного типа. В этом примере создается два массива. Первый массив с элементами целочисленного типа, а второй будет состоять из чисел с плавающей точкой. Саму функцию первым аргументам необходимо передать размер массива, а вторым исходное значение. Этим значением массив наполнится при инициализации. То есть первый массив будет состоять из трех одинаковых индексов свечи, а второй из шести семерок. Второй аргумент является необязательным. Если его не передавать, то массив наполнится значениями NL. Размер массива обязательно нужно указать, но если вам нужен пустой массив, то первым аргументам можно передать 0. Посмотрим, что выведется на график аннотации plot. Для вывода элементов массива воспользуемся функцией arrayGet. В эту функцию необходимо передать название массива, а также индекс элемента массива. Функция возвращает серию значений элементов. Происходит это следующим образом. На каждой свече инициализируются экземпляры одного и того же массива. Получая от каждого экземпляра один элемент под некоторым индексом, эти элементы сложатся в серию. Давайте посмотрим, что будет, если через аннотацию input менять индекс функции get. На индексе 3 компилятор выдал ошибку, потому что массив A имеет только 3 элемента и к 4 обратиться нельзя. Эта ошибка связана с выходом за границы массива. А сейчас вы поймете, что же такое массив. Смотрите, массив A инициализируется на каждой свече. Все элементы массива это текущий индекс свечи. Теперь после инициализации будем изменять второй и третий элементы с помощью функции ArraySet. После чего выводить все элементы на график. С помощью симулятора рынка смоделируем ситуацию, когда скрипт исполнился только на первой свече. Обратите внимание, сейчас на график выведены все элементы массива. Благодаря этому примеру видно, что массив представляет собой вертикальную структуру данных в Pinescript. В отличие от переменной, массив на каждой свече может содержать множество значений, до 100 тысяч элементов. Причем на каждой свече создается экземпляр массива. То есть массив A будет на первой свече содержать 3 элемента, на второй свече 3 элемента и на всех остальных, если размер массива не изменять. Таким образом, работая с массивами, вы имеете дело одновременно с вертикальными и горизонтальными структурами данных. Ссылаться напрямую на прошлый экземпляр массива с помощью оператора ссылки на историю не получится, такая запись приведет к ошибке. Но как вы уже знаете, функция get возвращает серию, а к элементам серии можно обращаться с помощью этого оператора. Так вы можете обращаться к прошлым экземплярам массива через обращение к их элементам. Тут же хочу сказать, что при инициализации массива, как и при создании переменных, можно пользоваться ключом и словом va для однократной инициализации. При однократной инициализации на каждой свече все равно будут создаваться экземпляры массива, но их элементы будут принимать значения из предыдущих экземпляров. Если какой-нибудь элемент экземпляра массива будет изменен, то элементы последующих экземпляров под тем же индексом будут принимать это новое значение. И кстати, объявленные в глобальной области видимости массивы отличаются от переменных тем, что их можно изменять из локальной области функций. Рассмотрим функции, которые делают некоторые записи в массивах. Работу функцию set вы уже успели посмотреть. В эту функцию необходимо передать название массива, индекс того элемента, который необходимо изменить, и новое значение. В данном примере в каждом экземпляре массива второму элементу, который при инициализации имеет значение 5, присваивается значение 3. Функция array fill может изменять сразу несколько элементов массива. Для этого необходимо указать интервал из индексов. В данном случае в массиве будут изменены элементы от индекса 1 до индекса 3, не включая его. Индекс 3 это уже четвертый элемент, и такого элемента вообще нет, поэтому если попытаться его изменить, компилятор выдаст ошибку. Кстати, эти индексы можно и не указывать, в данном случае изменятся сразу все элементы массива. Можно указать только начальный индекс, или только конечный, в общем вариантов тут много. Функция array insert вставляет в массив новый элемент по указанному индексу. В этом примере новый элемент добавляется под индексом 1. И если говорить о массиве как о вертикальной структуре данных, то все элементы массива начиная со второго поднимаются наверх. Функции unshift и push тоже вставляют новые элементы в массив. Но в данном случае индекс для вставки указывать не нужно. Первая функция вставляет новый элемент в начало массива, а вторая в конец массива. Здесь же хочу показать функцию array size. Она возвращает размер массива. Зачастую размер массива получают в циклах. Таким образом можно последовательно перебрать все элементы массива и что-нибудь с ними сделать. Например, изменить значение элементов. Рассмотрим функции для удаления элементов массива. Функция array shift удаляет первый элемент массива. Если после этого запросить размер массива, то он станет на единицу меньше, чем при инициализации. Функция array pop удаляет последний элемент массива. А с помощью функции array remove можно удалить элемент под некоторым индексом. Причем эти три функции возвращают в серию из таких удаленных элементов в каждом экземпляре массива. Последняя функция array clear ничего не возвращает. Она просто удалит все элементы массива и массив станет пустым. В pine script есть ряд функций, которые позволяют получать некоторые статистические показатели элементов массива. Это максимальное значение элементов массива, минимальное, медианное, среднее арифметическое, сумма значений, стандартное отклонение, дисперсия, ковыриация и мода. Не буду сейчас останавливаться на этих показателях, потому что мы их рассмотрим в отдельном курсе по статистике. Рассмотрим ряд функций, с помощью которых можно некоторым образом манипулировать элементами массива. Функция array standardize делает зад преобразование элементов массива. Это когда из каждого элемента вычитается среднее арифметическое всех значений и затем это раз разделится на стандартное отклонение. Далее в скрипте идет функция сортировки массива, array sort. Передаем в нее массив и она располагает все элементы в порядке возрастания. У этой функции есть второй параметр, order. По умолчанию он равен встроенной переменной, которая задает тип сортировки по возрастанию. При необходимости сортировки по убыванию функции можно передать соответствующую встроенную переменную вторым аргументам. Функция array reverse переворачивает массив. Теперь под индексом 0 элемент со значением 1, а последний элемент со значением 5,5. Следующая функция array concat выполняет операцию конкатенации с массивами, то есть соединяет массивы, добавляя второй массив в конец первого. В примере инициализируется второй массив B, а затем с помощью этой функции элементы массива B добавляются в конец массива A. Функция array copy копирует массив. При создании нового массива в него можно записать копию другого массива. Последняя функция в этом примере array slice создает срез массива. Функция возвращает массив, который например можно записать в новый массив при инициализации. Как видите первый элемент такого среза это число 4, потому что оно под индексом 1 в массиве A. Второй элемент 3,5, а третьего элемента уже нет, то есть срез происходит до заданного индекса не включая его. Последний набор функций позволяет осуществлять поиск некоторых значений в массиве. Функция array includes проверяет есть ли в массиве элемент с указанным значением. Возвращает функция серию из булевых значений. Функция array index of возвращает индекс первого вхождения указанного значения, либо минус 1 если значение не найдено. Аналогичная функция last index of возвращает индекс последнего вхождения указанного значения. На этом теоретическая часть урока закончена. В заключении я хочу показать пример практической реализации этих знаний. Массивы в Pinescript на самом деле очень полезный инструмент, который дает больше свободы при программировании. Используя массивы мне без труда удалось написать алгоритм, который размечает на графике уровни поддержки и сопротивления. Этот алгоритм строит уровни так же как интуитивные трейдеры, то есть по касаниям ценой одних и тех же зон. Без массивов на данном языке программирования уже написаны подобные алгоритмы, но они строят линии на разворотах цены и это не совсем правильный подход. Благодаря множеству перемен формы input данный индикатор можно настроить под любой график. Тут даже есть настройки конкретно для интуитивных трейдеров, например количество линий на графике. А системных трейдеров должен заинтересовать массив levels, в который записываются все ценовые уровни. Используя этот массив можно сделать стратегию для алгоритмической торговли с помощью ценовых уровней. Не буду в деталях рассказывать как этот скрипт работает, но рекомендую вам его изучить. Написан он просто, а над переменными, массивами и функциями стоят поясняющие комментарии. Можете считать это домашним заданием. На этом закончим данный урок. Если есть какие-то вопросы по данной теме, задавайте их в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.